Девушки отдыхают Вот так на него зарабатывать, ё-моё Иосифа Сиреновича, я вам перезвоню Ты что, показывала сиськи какому-то Сталину? Кому? Кому ты звонила? А, это была онлайн-консультация А, вот так вот это называется, да? Онлайн-консультация Раньше это была просто порнушка на веб-камеру А сейчас это онлайн-консультация Класс, класс Ну я серьёзно, это была онлайн-консультация У врача, у мамолога Мамолога, да? А потом я увижу твои сиськи в каком-нибудь Телеграм-канале Сиськи на скорости, да? Егор, ну что ты такое говоришь? Ну, понимаешь, просто сейчас Все больницы закрыты Вот, а врачи могут тебя По скайпу Консультировать А деньги ты этим врачам Тоже на камеру показываешь, да? Нет, я им на карточку отправляю Это хуже А что, действительно больницы прям все закрыты? Ну, работают только инфекционки Но если у тебя проблема То врач может тебя проконсультировать онлайн Тут онлайн не получится Тут такая проблема, что надо ехать Коронавирус! Жопа напрягус А что это такое? Геморрой по-старому А это то же самое, что было у Танькиного мужа? Нет У Танькиного мужа Вот там вот действительно Он кредит в долларах взял А у меня просто задница болит Все, дай почем Яна, ты в своем уме Ну ты чего? Ну пусть, ну пойми, что с геморройом тебя в больницу не примут У тебя должны быть какие-нибудь симптомы коронавируса Вот скажи, ты кашляешь? Слава богу, нет Если бы я еще и кашлял, мне бы в два раза больнее было А запах и вкус ты чувствуешь? Вот если я кашляну, то запах все почувствуют Так, а откуда он у тебя? Да ну откуда я знаю На карантине долго сидели, вот я и насидел Слушай, ну смотри, я тебя сейчас запишу на онлайн консультацию к врачу К мамологу А тетя, у тебя еще с грудью проблема? А ну попрыгай так, как будто это искачет на лошадь Яна, у меня нет проблем с грудью У меня есть только одна проблема С моей подружкой У тебя нет подружек Я про свою задницу Ах, господи, я не знала, что вы дружите Хорошо, сейчас вот я запишу тебя к проктологу И ты ему все покажешь Что покажешь? Я не собираюсь ничего показывать Ой, Егор, я тебя умоляю Ну тут ничего нет постыдного Вот я, например, уже два раза ходила на прием к гинекологу Это вы вообще, женщины, можете себя всему интернету показать А я не такой Что? Что? Вот и вспомни, как мы с тобой познакомились Ты мне в интернете скинул свою голую фотку и... И ты влюбилась И я поржала Как поржала? Вообще-то там просто ракурс неудачный был Я в следующий раз не буду со стороны живота фоткать Короче, не важно Ты это, давай, собирайся, поехали в больницу Да тебя без симптомов не примут Примут Если что, я им прямо в приемном покое, как кашляно Господи, да не выдумывай Да это ты не выдумывай Ну о чем ты говоришь? Ну какой онлайн? Ну а если у меня, не дай бог, аппендицит? То мне что его, на камеру самому себе вырезать, что ли? Господи, ну какие ты глупости говоришь Ну зачем тебе резать самому себя, если у тебя есть я? Лена Подожди, 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 подожди секундочку Ты вообще себе представляешь, как проходит лечение геморроя? Ну чисто теоретически да Ну я же как-то курицу фаршировала Это что это ты показываешь? Фаршировку курицы Сейчас не курицу, а то и индюшку показываешь, а то и корову Ой господи, Егор, ну вот Викусин мне рассказал, что даже Саша пошел на онлайн консультацию к урологу и ничего не стеснялся Да ладно, Вика просто в комнату не вовремя зашла, вот Саня и отбрехался К урологу он ходил Хорошо, не хочешь звонить доктору? Давай, давай свечку поставим, а? Ага, за упокой моей жопы? Да, да лечебную свечку Я тебе сказал, я не индюшка, я себя фаршировать не позволю Все, звони доктору Ну и как ты себе это представляешь? Как я ему буду звонить? Вот так? Как? Вот? Вот так? Здравствуйте Я тебе помогу Не надо мне помогать Что? Не хватало еще Я понимаю партнерские роды, но партнерское лечение геморроя это уже слишком Ты как хочешь, а я в больницу не поеду, я боюсь заразиться Ну, допустим, допустим, если я даже позвоню А как он поймет, что я к нему на консультацию, а не просто показать свое отношение к медицине? Да просто не надо сразу все показывать Для начала просто поздоровайся, скажи здрасте Я сейчас не смогу этим местом сказать здрасте Максимум Привет Да ртом, ртом На Добрый день, что вас беспокоит? Здрасте До свидания Ну, Егор! Я не могу Я... Ну как ты себе представляешь? Ну как я какому-то первому встречному поперечному возьму и покажу свою задницу? Господи, да это его профессия Ну что, что профессия? А вдруг к нему какой-нибудь коллега зашел? Или еще хуже? У него день рождения! Ну представь себе, куча друзей на большом экране, большими цифрами, 60 лет И тут появляется на экране, она и говорит Привет Да не будет там никого, на, все Слушай, я не буду звонить Я могу ему рассказать, показать на пальцы Я могу рисунок нарисовать О, я могу сделать селфи задницы Ну типа она сама это сделает Такое же бывает И подпишем анонимус Во-первых, это называется анонимус Я знаю, как это называется А во-вторых, врач должен все вживую посмотреть Ну что он увидит вживую через эту маленькую камеру? Да я поставлю просто хорошее расширение видео Не надо мне ничего расширять Я хотела, как лучше Яна Ну Так, давай забудем это все Мне легче, мне уже ничего не болит Все хорошо, давай смотреть телевизор Распьется, решил что-то Это самое Ну что, посмотрим телек, да? Да-да-да Яна, блин! Ладно, ладно, я позвоню. Где мои праздничные трусы с жирафиками? Зачем тебе они? Я хочу произвести на доктора хорошее впечатление. Да доктору все равно в каких-то труселях. А мне не все равно. Господи, ты не так тщательно готовился к нашему первому сексу. На нашем первом сексе не было доктора. Я снимал это видео просто по приколу. Звони. Не подглядывай. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. У меня тут, короче, проблемка. Понимаю, показывайте. Ага, сейчас. Ух ты! Ничего себе! Какой у вас глубокий кариес! Чего? Какой еще кариес? Яна, ты к кому меня записала? Прости, пожалуйста, я, видимо, случайно кнопочки перепутала. Записала к тебе к стоматологу. Ты куда? Я сейчас быстренько все переделаю. Блин, к стоматологу. Хорошо, что он меня сразу пломбировать не начал. Я сейчас это точно запишу к проктологу. На этот раз это будет точно проктолог? Потому что если это будет окулист, если он будет задавать свои дурацкие вопросы, А что это, ресничек нет вокруг глаза? А почему зрачок расширенный? Срачок. А почему только один глаз? Вы что, циклоп? Егор, иди, все, я все сделала. Давай. Блин. Э, я, 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 я что-то не понял. Я еще ничего не нажал, оно мне уже мою задницу показывает. Ой, прости, это я поставила на, на видеозапись. На запись? Ты чего это, записывала, что ли? Хотя я случайно. Случайно? А мне потом оправдываться, как в дюбе? У каждого мужчины свои слабости. А у меня это хобби. Я люблю звонить докторам и показывают свое. Давай я выключу. Не надо, не прикасайся к нему. Изъеди, вон смотри телевизор. Он заглянул вовнутрь, и перед ним открылась бездна. Глубокая бездна. Яна, переключи на новости, пожалуйста. Спасибо. Именно так сейчас выглядит тоннель метро на Троещину. Яна, можно на какой-нибудь спортивный канал? Отличный проход, бросок, гол! И он приносит своей команде очко. Яна, выключи телевизор! Здравствуйте, доктор! Добрый день, чем могу помочь? А вы проктолог? Да, Олег Николаевич проктолог. А вы точно проктолог, не окулист? Точно. А друзей там у вас рядом нет? Послушайте, я проктолог, у меня вообще друзей нет. Ну, хорошо. В общем, у меня, ну, как бы, вот. Послушайте, вы слишком близко стоите, не могли бы вы немножко назад отойти? Ага, ага. Вот так нормально? Приветики! Давно не виделись. Очень интересно. Да, прям Netflix. Ну, чё, как там? Как, как, как вам кверху? Послушайте, на самом деле, вот ничего такого прям трагичного я не вижу, но всё-таки вам придётся сначала сдать анализ. Как, на компьютер? Нет, почему? Дома и прислать. Фотку? Нет, вторую. И прислать нам в лабораторию. А как, через новую почту? Нет, лучше лично. Знаете, лучше приходите лично, и тогда я смогу поставить вам диагноз и назначить лечение. А по видео что, нельзя сказать? Скажу. У вас геморрой. Вот. Я вам советую записаться ко мне на приём. Моё расписание есть на сайте, вот. Поэтому, ну, скажем, завтра на 15.00. Хотя, в принципе, вы всё это могли узнать и без видео. Подождите, а чё, так можно было? К вам можно при... Яна! А-а-а! Ты знала? Ты знала, да? А ты знала, что геморрой заразный? Не заразный! Ещё какой заразный! Вот посмотришь, как только я тебе кредитные карточки заблокирую, наличку перестану давать, а на Новый год Дед Мороз тебя поздравит онлайн и покажет на камеру 12-й айфон. А-а-а! А-а-а! Всё! А-а-а! А-а-а! У меня важный звонок. Я буду звонить министру здравоохранения и покажу ему своё отношение к карантину. Ну, сейчас! Да-да, аранжировочку сделал, да, отправил на мастеринг, да. Просто там немножко частотки подправить, да, будет отличный сингл. Да-да-да. Обращайтесь. Угу, хорошо. Здорово, топёр! Здравствуйте, вы по записи? Нет, блин, за мороженым. Ну, если мы в студию звукозаписи, понятно, что мы по записи. Давай, сдави старшего. Что, простите? Ты шо, глухой, как погонение? Глухой был Бетховен. Значит, во-первых, Бетховен – это собака из кино. А во-вторых, будешь меня дерзить, я тебе пасть порву, понял? Зави старшего, давай. Кто вам нужен? Мне нужен, сейчас я скажу, кто мне нужен. Евгений, битмейкер, аранжировщик, саунд-продюсер. Это я. Ты? Такой коротышка с такой длинной фамилией. Ладно. Ну, окей, смотри, шо нужно сделать? Извините, пожалуйста, у меня через 10 минут запись, поэтому… Значит, запись у тебя уже прямо сейчас, понял, да? Значит, нам с Лёлей… А, кстати, это Лёля. Лёля, не перепутай, Лёля та, шо держит, ту, шо держит – это ля-ля. А я смотрю, вы не заморачивались. А я вообще по жизни не заморачиваюсь, понял, да? Короче, смотри, нам надо сегодня записать песню. Извините, пожалуйста, сегодня не получится, у меня свой график. Понял тебя. Штукарь раздвинет твой потный график, а? Ах, поймите, не всё в этом мире решает деньги. А, я теперь понял, чё у тебя такая длинная еврейская фамилия. На, значит, смотри, надо записать песню. Извините, пожалуйста, вы, наверное, не понимаете. Процесс создания песни от наброска до мастеринга, значит, они мают, ну, минимум, месяц. Значит, смотри, если ты сейчас не согластишься, через месяц тебя только найдут. А потом ещё дня два-три опознание будет. Ладно, 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 что вы хотите записать? Нам нужен хитяра, чтоб так народ врубил и сразу гололы, гололы, гололы. Я понял, да? А, скажите, референс у вас есть? Не, уже вылечили вроде. Уже нормально, да. Ну, может быть, демочка? Да ну, посмотри на неё. Какая же она уже демочка. Давно уже, не. Хорошо, если у вас нет референсов демочки, вы объясните, что вы хотите записать. Я же тебе всё уже объяснил. Нам нужен хитяра, чтоб такое, кольщик, наколи мне купола. Ну, только весёлая и танцевальная. Текст есть у вас? А у тебя что, нету? Нет, я композитор, я музыку пишу. Подожди, а что, текст пишет другой крендель? Да. Охренеть, как у них всё сложно в этом шоу-бизнесе. Я так понимаю, у вас один нормальный, только Потап. Вообще над текстами не заморачиваются. Послушайте, может быть, мы перенесём на завтра? Я подготовлюсь. Не, 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 на завтра не вариант. Завтра у нас уже съёмки клипа. Там уже Бадоев заряжен, бабки перечислены. Кто? Бадоев? Ты что, не знаешь, что такое Бадоев? Лёля, мы что, какому-то неизвестному лоху сто кусков перечислили? Нет, 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 я знаю, кто такой Бадоев. Но я просто сомневаюсь, что он согласится снимать клип для Лёли. А ты не сомневайся, бабки любят все. Тем более, Лёля, она ж не с улицы пришла. Она ж раньше в Виагре была. В Виагре? В каком составе? В запасном. Она не пела, она только рот открывала и в сауны выезжала. Мы, кстати, там с ней и познакомились. У неё фонограмма вырубилась, она стояла. Хорошо. А как вы собираетесь снимать клип без текста? А я ж узнаю. Я к Бадоеву Лёлю подвёл. Он посмотрел на неё, сказал, мне всё понятно, текст непринципиален. Мне тем более, понимаешь? Ага, послушайте, может быть я позвоню Бадоеву и мы перенесём съёмки клипа. Не, 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 ну Бадоева перенести то не проблема, он всё равно на месяц заказан. А вот Элтона Джона не перенесёшь, у него только завтра получается. Лёля будет петь с Элтоном Джоном? За такие бабки это Элтон Джон будет петь с Лёлей. Ну хорошо, в каком стиле будем записываться? В каком стиле? Ну такое что-то среднее между Шуфутинским и Поляковой, да? Что-то среднее между Шуфутинским и Поляковой. Это что, дидё? Лёля с бородой? Не, по-моему, это перебор уже. Ну хорошо, мне нужно понимать, сколько октав берёт Лёля? Слушай, сколько, у кого, зачем, почему берёт Лёля, это вообще не твои вопросы. Ну я же, извините, я должен разобраться, владеет ли она вибрато. Ну владеет. Ну я часто в командировках, и шо? Короче, шо у тебя за вопросы такие? Ты давай про музыку что-то спрашивай, ё-моё. Ну хорошо, расскажите мне, она поёт грудью или животом? Лёля, иди сюда. Посмотри, на её грудь и на её живот. Как ты думаешь, чем она поёт? Ротом, конечно, но ты даёшь. Вообще. Хорошо, хорошо, давайте поработаем. Что вы делаете? Отбой, Лёля. Лёля, 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 отбой. Поработаем, это у нас кодовое слово. Поэтому вот придумай себе что-то какое-то другое. Там, попоём, понял, да? Ага, хорошо. Давайте попоём. Вы что, дверь не закрыли там, что ли? Не, это из Лёли сквозит. А, я понял. Лёлечка, захлопнем дверьку. Вам распеться надо. Повторяйте. Да-ди-ди-до-ду, на-ни-ни-но-ну, ма-ми-ми-мо-му. О, так вот и текст для песни готовый. Вообще хитяра. Да-ди-ди-до-ду, на-ни-ни-но-ну, ла-ли-ли-ла-лу. Извините, это не текст, это распевка. Повторяйте за мной. В музыке это называется имитация. Давай, имитируй, чё. Это она умеет. Хватит. Я понял. Я всё понял. Нужно начинать с тазов. Начнём с до. Прикольно, чё. Песня начинаться будет с бздо. Типа. И лай-ло-лай-ло-лай-ло-лай-ло-лай-ло. Нормально. Лёвочка, повторяйте за мной. До-ре-ми-фа-соль. Слышу, слышу, братан. Вот ещё штукарь. Извините, пожалуйста. Чё? А может, вы сначала с караоке попробуете, а? Не-не, караоке не вариант. Она же читает хуже, чем поёт. Она пока первую строчку допевает. Херакс припев. А что, она пела? Что ты там плакала, мать твоя плакала. А плакала и снова. Короче, в караоке рыдали все. Я верю. Слушайте, а может, мы собачку запишем? Не, собачка на клип не наработала. Она мне в тапки надзюрила вчера. Так что... О, слушай, а у меня идея. А вот шо, если... Та захлопни ворота! А шо, если... А шо, если... Вот этот текст, который ты придумал, вот это, доры-ми-фа-соль, да? На украинский перевести. Ну, типа, доры-мы-фа-соль. И запустить на радио. Чтоб так ворваться в шоу-бизнес, чтоб везде. Поверьте, пакея, как она, уже везде. Слушайте, ну, может быть, вы начнёте с простых проектов. Вот отличный проект для старта. Кароке на Майдане. Юля, Юля, Юля! Спокойно, спокойно, спокойно. Всё хорошо, всё хорошо. Ты это, не упоминай про это. Она там участвовала. И когда пела, люди начали кидаться там помидорами, яйцами. Этот придурок, который телевизор выиграл, плазмой за него впустил. У него до сих пор, вон, шрам от HDMI. А, нет, это дециметровая антенна. Вот здесь вот. Во-во, от HDMI. Понимая. Вы знаете, вы, конечно, меня извините, но я бы сделал всё, что мог бы, сделал, но у Лёли просто нет слуха. Как нету? Лёля! А! Да слышит она. Ну, я имею в виду музыкального слуха. Ой, да ладно, кого это сейчас интересует. Сейчас компьютерами всё это равняется. Я ж знаю. Давай, садись. Садись, давай, записывай. Ну, хорошо, я сейчас... Давай, давай. ...сделаю дорожку. Братан, не отвлекайся, я всё сам сделаю. Что делаете? Дорожку. Или ты дунуть хотел? Нет, я это не употребляю. Ну, я надеюсь, ты хотя бы гей? В смысле? Нет. То есть ты не гей, не употребляешь? Ты вообще из шоу-бизнеса? Алло! Представьте себе. Странный какой-то. Лёлечка, вот вам микрофон. Будете в него петь. Обычно он в два раза меньше. Лёля. Давай без подробностей. Ещё в два, максимум полтора. Готовы? Так, работаем, Лёля. Извините, пожалуйста. Поём, Лёлечка, поём. Давай на украинскую фразу. Дуре-ми-ми-фасиль. О, давай фасиль на... Вообще на бабы заменим. Давай. Дуре-ми-бабы. Дуре-ми-бабы. О, да. Дуре-ми-бабы. 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 Я не могу. Ну, что я могу сделать? Ну, техника даже не выдерживает. Блин, ты чё, ну не понимаешь, что ли? Сегодня у нас должна быть записана песня. Завтра съёмка клипа. Послезавтра премьера песни в сауне. Фум мой приезжает из Днепра. Ты вообще понимаешь, кто это? Ну, что я могу сделать? Ну, хотите, пристрелите меня. Хочу. Ай-яй-яй-яй. Подожди. О, Кумчик, здорово. Как, уже прилетел? А я думал, что ты... Ну, не вопрос, встретим сейчас. Давай езжай в сауну. Сейчас мы там... Дана, Лёля будет петь для тебя вживую. Прикинь. Всё, давай. Я прошу прощения. Лёля вживую. А что, думаешь, не потянет? Ну, как бы... Ну, ладно. Тогда так. Я... 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 Поехали. Платье оденешь в машине. Если кум мой будет сильно приставать, ну, ты подыграй мне как-нибудь, а я тебе добавлю потом. Поехали. Ну, я же сказала, утеплённые дома красить в лиловый цвет. А вы в какой покрасили? Фоксия? Вы что, не видите никакой разницы? Я не понимаю. Да, перекрасить всё. Да, весь район. Всё, у меня вторая линия. Алё, слушаю. Нет, это не Егор Григорьевич. Что? Такой же приятный голос. Спасибо. Нет, его нет. Нет, он не в отпуске. Не в Испании. Он под следствием. Кто я? Кто я? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Сколько я ещё буду? Ну, сегодня до семи. А, вообще? Ну, ты же как суд решит. О, Егор Григорьевич. Вы вернулись? Вернулись. Фу. Ну, и месяцок. Прокуратура, суды, СИЗО еле отмазался. Фу. Дай водички. Вы так похудели. Вы знаете, вам СИЗО пошло на пользу. Может, вы там два раза в неделю туда будете ездить? Кипун тебе на язык. Думай, что говоришь. Ой, я прямо оттуда сюда. А ты что вообще делаешь у меня в кабинете? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Ты что ли? Я же тебя взял третьим замом в отдел культуры. Сама знаешь за что. Какой из тебя губернатор? Губернатор, где мои замы? А их арестовали после вас. А, а замы замов? Кто на больничном, кто на бали. Заеб... А тебя чего не арестовали? А на мне ничего не было. Что значит ничего не было? А 140 гектар? А два завода? А турбаза? Во время ареста на мне ничего не было. Ну как и в тот день, когда я устраивалась к вам на работу. Тогда понятно. Где начальник аппарата? А, в дурке. Чё это? Косит под дурачка? Не, реально с ума сошёл? Ну это же после того, как он узнал, что я стала губернатором. А не он. Ничего себе. Ладно. Разберёмся. Потом. Таня, зайди. Это кто? Это наш новый секретарь Антон. Подожди, а где Таня? А я её уволила. За что? А было за что. Припёрлась на работу в таком же платье, как у меня. Понятно. Антон, принеси мне кофе. У нас нет обычного кофе. У нас есть латэ, капучино, мокко. Есть просека. У нас нет слова нет. У нас есть слово. Бегом принёс мне водки! Ё-моё. Сейчас мы разберёмся. Ну-ка, сдрысни. Отседу. Кстати, что за плакаты по всему городу расклеены? Что-то к нам приезжает какая-то шняга. Леди Гага. Это певица такая. Нахрена она вообще здесь нужна? Э! Ты кто такой? Егор Григорьевич, здрасте. Забор покрасьте. Ты что здесь делаешь? Шо, шо, педикюрую я не Викторовне. Тебе красит ногти директор благоустрил? А что он должен красить? Да, шо угодно. Но только на улице. Не, на улице я не Викторовне холодно. Так, ну-ка, иди давай, крась бордюры. Бордюры лаком, это ж так долго. Иди, я сказал. Так, Яна, ну-ка, рассказывай, чем ты тут ещё занималась, пока меня не было. Ой, вы знаете, столько всего произошло, вы прям область не узнаете. Вот этого я и боюсь. Теперь вся официальная переписка в Телеграм. В Телеграм? Угу. А где акты выполненных работ? Ну, где-где? Яна. В Инстаграме. Подчинённые выкладывают фотографии проделанной работы. Если мне нравится, я ставлю лайк. Я в шоке. Ты бы ещё ей декларации в Инстаграм выложила. Я так и сделала. Тушь. А вот Паша больше всего лайков набрала. Что? Чаще всего вас лайкали на БУ. А из БУ даже перепост сделали. Чёрт, подери. Я чувствую, меня тут после тебя так отлайкают. Подожди, какое сегодня число? Восьмое. Чёрт, сегодня же приезжает премьер-министр. А, ничего не приезжает, я его визит перенесла. Что значит перенесла? Ну, у меня сегодня маникюр и укладка. Да ты понимаешь, какой график у премьер-министра? А вы понимаете, какой график у Кати? К ней на полгода вперёд записываются. Ты понимаешь, что это премьер-министр всей страны? Я вас умоляю, они каждые три года меняются. Тем более, жену премьер-министра я тоже записала. Катя, мы там с ней всё обсудим. Так, ладно. Так, надо думать схему. Набери мне начальника полиции. Вот. Алё. 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 Кто это? Ну, кто, кто? Начальник полиции. Кто это? Кума. Что? Ну, я думала, это традиция такая. Каждый новый губернатор ставит начальником полиции своего кума. У меня кума. Нет, я куму поставила. Слышишь, ты, кума, ты как вообще собираешься бойцам управлять и командовать? А у нас нет бойцов. У нас в отделении одни бойцыцы. Какие ещё бойцыцы? Ну, женские экипажи. Прислать? Не надо. Так. Что вы тут... Яна Викторовна, эти счета в бухгалтерии или лично вам? Дай сюда! Что за счета? Так, сто дубинок, сто костюмов из латекса. Это что такое? Новая униформа МВД. Постачальник ОАО «Секс-шоп». Девочки сами выбирали? Ты дура, что ли? А что вы на меня кричите? Между прочим, сегодня 8 марта. Да его вообще отменить должны. А теперь не отменим. Теперь это официальный праздник нашей области. У нас будет карнавал. Какой ещё карнавал? Ну как же бойцыцы с дубинками в кожаных костюмчиках. Костюмчик, ну я же не для себя стараюсь. Так, чёрт с ними, с этими бойцыцами. Скажи мне, ты с мэром встречалась? Да. Козёл редкостный. Меня не интересует твоё отношение к мэру. Меня интересует ты с ним встречалась. Да, я с ним встречалась две недели. А чё так долго? Я думала, это любовь. А он женат оказался. Я тебя просил встретиться с ним и узнать, он со мной в контрах или он как бы за меня. Как он относится? Егор Григорьевич, кормились, родной ты нас. Вот и ответ. Константинович, как вы тут? Что тут? Она мясокомбинат закрыла. Да ты что? Да как ты могла закрыть градообразующее предприятие на тысячи рабочих мест? Теперь у нас веганская область. Веганская область? Так, ладно, разберёмся. Что-то ещё? А ещё? Ещё она, она, она заправку! Да ладно! Так, всё, я разберусь. Я разберусь. Спасибо за маяк. Ну-ка, расскажи мне поподробней, что с участком под заправку. Решили фонтан построить. Кто решил? Люди. Какие ещё люди? Наши подписчики в фейсбуке. С каких это пор люди вообще решают, что строить в их городе? Ты понимаешь, какие люди будут строить эту заправку? Если они сюда придут? А, они приходили. И что? Дали кучу денег и попросили решить вопрос. А ты? Решила. Как? Построили фонтан! Подери! О, Господи! Подожди, ты сказал сегодня восьмое число? Восьмое марта. Значит так, сейчас вообще внимательно. Каждый месяц в этот день приходит человек. Приносит сумку. Игорь приходил. Ну, приносил сумку. Где она? Вот, пожалуйста. Где деньги? К нам едет Медигага. За три миллиона долларов? Нет, конечно. За два девятьсот. И поэтому у нас будет выступать еще Монатик, Винник и на сдачу дали Полякову. Нахрена? Я тоже думаю, зачем Полякову? Нахрена вообще это все? А, так у меня скоро эти дни. Эти дни? Это теперь у нас тоже официальный праздник? Нет, у меня эти дни, эти. А, дни культуры. Да какая в задницу культура в нашей области? Да я не понимаю, да как же так? Егор Григорьевич, ну вот вымите и успокойтесь. Аквариум. Здесь стоял аквариум. Где он? Каюсь. Рыбки были голодные, я их покормила бутербродом с икрой, и они сдохли. То ли хлеб был не свежий, то ли икра. Да черт с ними, с твоими рыбками! Там, там, там... Ах, вот. Господи, я уже думал все. Ой, молодец. Подожди, это что? Это не бриллианты? Да нет, конечно, это бижутерия. Мне за этот аквариум всего лишь 100 долларов дали. 20 карат. 20 карат было в аквариуме! Да не было там никаких 20 карат! Там было 5 сомников, 6 гуппи и 8 мяченосцев! О, господи! О, господи! Егор Григорьевич, если что, то у вас волос нет. Если бы они были, они были седыми! Ё-моё! Егор Григорьевич, я же вам не сказала самую классную новость! Хватит с меня новостей! Я вашей жене рассказала все о нас! Она с вами развелась и уехала с каким-то мужчиной в Мексику. Подожди, а она не могла нас ни одна судья развести без моего присутствия? Обычная судья не могла. А судья лучшая школьная подруга? Егор Григорьевич, теперь мы с вами будем всегда вместе! У нас будет свадьба, и на свадьбе у нас будет выступать Лидия Гага, Винник, Монатик и Полякова! Ладно, без Поляковой! Егор Григорьевич, вы куда? В тюрьму! Там безопасней! Спасибо, осветители! Прекрасно выставили свет! Итак, съемочная группа, напоминаю, осталась последняя сцена, эротическая. Где наш дублер? Дублера на площадку, пожалуйста! Здравствуйте! Здравствуйте, я дублер! Вы дублер? Да, я дублер, причем только эротических сцен. А где актриса? Она сейчас придет, она в гримерочке переодевается. Отлично! Скажите, пожалуйста, мне по секрету, почему главный актер отказался от постельной сцены? Актриса страшненькая? Ничего, ничего, мне не привыкать. У меня случай был в карьере. Актер отказался сниматься в постельной сцене с обезьяной. Ну, по религиозным соображениям. И вызвали меня. Вы бы видели, как я сыграл обезьяну. Нет, актер не отказался. У него просто перелом ноги. А, понял. Сломал ногу, да. Бог с ним, бог с ним. Смотрите, я сценарий не читал. Съемки, роли, понимаете? Скажите, у меня много слов. У вас вообще нет слов. У вас там одни звуки. А, О и ММММ. Классика. Обожаю. А, О, ММММ. Поберегите силы. Скажите, у нас фулл контакт или обозначаем? Обозначаем. У нас только крупные планы. Рука на груди, несколько поцелуев, пару движений под одеялом. И все, вы свободны. Жаль, жаль. Вы так не раскроете мой потенциал. Я же учился, кстати, по системе Станиславича. Кого? Станиславич, друг Немировича Ганчика. И чему ж вас там учили? Меня там учили полному погружению в актрису. Вы, наверное, хотели сказать в роль. А, да. Хотел сказать в роль, а хочется погрузиться в актрису. Понимаю. Тогда пригласим актрису на площадку. Давайте, давайте. Актрису, пожалуйста, на площадочку пригласите. Вау! Ничего себе. Да. Здравствуйте, Белла. Давайте пройдемся сразу по тексту. Да, Беллочка, давайте порепетируем. Это Белла. Это как вас? Вальдемар. Дублер. Итак, значит, Беллочка, говорите вашу фразу. Возьми меня прямо сейчас. Я вся горю. Конечно, возьму тебя, моя киса. Мур-мур-мур. Мур-мур-мур-мур. Так, крысь! В смысле, стоп! Что? Откуда текст? Ну, я импровизирую. Нет, нет, нет. Никаких импровизаций. Мы работаем строго по сценарию. Ну, ладно, хорошо. Итак, вы готовы, Беллочка? Да. Вижу, готовы. Вы готовы? Готов, готов. Так, приготовились. Камера-мотор. Я тебя еще сейчас задублирую. Прекрасный настрой. Начали! Белла! Ты долго? Так, я не понял. Стоп, почему посторонние на площадке? Ой, а это мой жених, Вася. Он просто посмотрит съемки, он мешать не будет. Что ты стартуешь? Я просто тут посижу, понял? Просто поддивлюсь. Конечно. Жених? Так, стоп. А вы это куда? А, я... Я пас... Я пас... Я пас... Я пас... Стоп! Стоп, стоп, что значит пас? А? Что не так? Он не так. А что с ним не так? Она же сказала, он просто посидит, мешать не будет. Ведь, Беллочка, вы раньше снимались в эротических сценах, правильно? Я? Конечно, снималась. Но это было до знакомства с Васей. Белла, ты ж убитела. Вася, ну это совершенно другое кино. Тут со словами. Кстати, со словами у меня это в первый раз. Видите, у нее это в первый раз. Да, у меня это может быть последний. Так, послушайте, у нас сегодня последний съемочный день. Завтра в павильоне будет снимать совсем другой сериал. Осталась одна сцена. Мы должны ее снять сегодня. Ну вы должны, вы снимаете. Так, стоп, что значит вы должны? Вы же наш дублер, правильно? Ну, специально для этого вызвали. Давайте, приготовились. Начали. Начали. Возьми меня прямо сейчас, я вся горю. Что такое, вам плохо? Плохо, плохо. Принесите... Таблетку? Виски. Для храбрости. Какое виски? Вы чего? У нас на площадке не пьют. Приготовились, настроились. Пошел. Пошел. Стоп. А? Куда пошел? Вы сказали, пошел, я домой пошел. Я думал, это домой просто выгодно. Нет. В кадр пошел. В сцену пошел. В актрисе пошел. Покажи мне страсть. Ты ведь хочешь актрису? Да я, если честно, больше жить хочу. Но мы можем начать уже снимать, а то меня жених ждет. А? А? Жених ждет. Не будем заставлять его ждать. Так, приготовились и начали. Начали. Возьми меня прямо сейчас. Я все горю. А-а-а. 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 Давайте завтра. Просто поймите, у меня уже настроение упало. Да не боюсь, она уже сегодня не поднимет. Так, стоп. Во-первых, откуда текст опять? Ну, вырвалось, простите. И во-вторых, что значит настроение упало? Поднимите как-то ваше настроение, я не знаю. Сбодритесь, зарядитесь. Ну? Вы же говорили, вы снимались раньше. Да, да. Давайте, приготовились. Подождите, дайте мне оружие. Зачем вам оружие в постели? Для самообороны. Какой самообороны? Ну, мало ли, на меня в постели кто-нибудь нападет. Да никто на вас не нападет во время сцены. Вы уверены? Я режиссер, я знаю сценарий. Вы да, а Вася не знают. Потому что Вася не дублёр, а вы да. Всё понятно? Приготовились. И? Стойте, стойте. Мне нужен дублёр. В смысле дублёр? Вы же есть дублёр. Позовите дублёра-дублёра. Да нет такого дублёра-дублёра. Ну, позовите главного актёра. Я же вам сказал, он сломал ногу. Сам сломал? Или ему кто-то помог? Сам. Вот как раз таки, вчера после съемок Вася подвозил его домой. Так тот выходил из машины и случайно оступился. Ага. Так и было. Так, так. Всё, стоп, всё, всё, стоп. Меняйте мне актрису. В смысле? Это мне не нравится. Шо? Ой. Вы неправильно поняли. Я имею в виду, она мне очень нравится. Очень. Я её даже хочу. Шо-шо? Нет, нет, нет. Я не хочу. Не хочу. Какой придурок её захочет? Шо-шо-шо? Мамочки. Что вы как маленький? Вы же профессионал. Мы вам гонорар заплатили. Давайте работать уже. Я верну вам деньги. Я верну сейчас. Вы знаете, что если вы возвращаете гонорар в день съемок, то с вас снимают штраф в десятикратном размере. Сколько? А сколько вы думали? Аренда помещения, павильона, камеры, свет. Это всё... Свет. Свет. Давайте выключим свет. И снимем это как в жизни, а? Ну просто, это же интим, а? Давай, собрался. Застроился. Как надо. Пошёл с одного тумля. Сделал всю как надо. Я могу. Давай. Я могу. Поехал. Включай. Вася, ну я же тебя просила. Ты же обещал не мешать. Белочка просто птихнул. Молоко, манка. Пенал, рюкзак, аттестат, кастинг, апчей. Что вы несёте? Вся жизнь перед глазами пролетела. Так, давайте ещё разочек сначала. Сначала его не было. Сначала сцены. Хотя нет. Давайте лучше с Беллыных слов. Давайте. Беллочка профессионал. Беллочка, покажите как надо. Зажгите тут как надо, так чтобы аж все захотели. Давайте. Возьми меня прямо сейчас. Я вся горю. Горишь? Ну вот у актрисы температура. Вызовите скорую подозрение на коронавирус. Какой нафиг коронавирус? Вот такой вирус. Тут стопроцентное поражение. Беллочка, что долго? Батя, ну, раз там актёр не может раскрепоститься. Я сейчас встану, его раскрепостю. Не надо, я сам. Сам, 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 сам. Успокойтесь, успокойтесь. Давайте по-другому сыграем эту сцену. Давайте нежно, душевно, спокойно. Да? Приготовились, Беллочка, с вас. И начали. Возьми меня прямо сейчас. Я вся горю. Что вы стоите? Садитесь. Ближе к актрисе, да. Я говорю, ближе. Ближе. Чёрт с вами, раздевайтесь уже. В студии прохладно, я в одежде буду. Ладно, тогда ложитесь рядом с ней. Я посижу. Беритесь уже за грудь. Хорошо. А-а-а. Да не себя за грудь берите. Её за грудь берите. Её? Куда? А можно она меня возьмёт? Берите её за грудь. Понял. Очень наша же, если на небесе засадится, имя, что на двери сосуде, забыть волю, забыть волю. Да не бубните, просто возьмите за грудь и всё. Эх, была не была. Это что, по-вашему грудь? Ну, не такая мягкая, но тоже кругленькая. Займитесь уже сексом с ней, я не могу. Сексом? Нет, 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 я не могу. Я не могу сексом. Стоп. Я не могу, не могу сексом, не могу. Что же вы зажатый-то такой? Ну, расслабьтесь, расслабьтесь. Разслабьтесь, представьте, что здесь только вы, Белла. Да. Больше никого нет. Никого. И вы сейчас с Беллой займётесь любовью. О, а можно с вами? Так, настроился, собрался, залез на Беллу, взял за грудь. Приготовились, начали. Что вы остановились? Он на меня смотрит. И что? Я по глазам вижу, что если я сейчас не остановлюсь, он со мной сделает это же самое. Беллочка, це точно драма про кухання? Бо це ніби в порнусі знімається. Ну, а то просто актёра ступор. Брата, та не вже так важко? По сценарию встань, Белла, встань. Я покажу. Лих, лежу, ляжь біля мене. Возьми мене, я вся горю прямо сейчас. Ляжь. Ляжь по голову відкушу. Руку на груди поклади. Не надо, пожалуйста, пожалуйста. Встав руку. Алло, куми, привіт. Где я? На массажі. Шо? Та я кажу, не треба його вбивати. Просто руки ему повидёрвать. Ой, я вибачаюсь, я вийду, пять хвилин переговорю. Беллочка, я зараз повернусь. Да. Так, так, так. Прослышали? У нас є п'ять хвилин. Давай, включай камеру. Камеріна. Поехали. Начали. А, да, да, да. Беллочка, я зараз поверну. Шо? Це по сценарию. Я зажди знав, що ти на зйомках мутиш. Чусь ти дублёр, сюди йди. Не еш мене! Не еш мене! Сюда йди! Я дам... Класс! Сирюня, мы только сегодня познакомились и уже в ЗАГСе. Мы не слишком легкомысленные, а? Ну ты чё, Яноч? Мы же ещё в клубе договорились, что друг другу как будто уже тысячу лет знаем. Да, 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 ты так угадал самбуккой. Зажди, я только садиму не угадал, что ты сразу литр выживешь. Нормальные люди на втором стакане заканчивают. Боже, как это классно! Да. Через каких-то пять минут мы с тобой станем законным мужем и женом. Сто процентов! А потом, как обещал, свадебное путешествие. А-а-а! На Бали? Конечно! На начале ко мне на Барщиковку. СМЕХ Боже, какой ты романтик! Ну, какой романтик! Ну, если бы не твои принципы, я бы тебе давно уже где-нибудь на пляже сейчас. Сирюня, я тебе сказала, что до свадьбы не-не. Да я чё, против, что ли? Ну, маленький пробник секса, может, для начала. Сирюня, ты особенный. Да я обычный. Ты особенный. Ай, ну чё ты всё, свадьба-свадьба. Можете, начало, приглядимся, а? Притремся. Причпокаемся. Боже, как захотелось попудрить носик. Я сейчас без меня не женись. Давай-давай! Я подожду. Здравствуйте! Здрасьте, здрасьте! Серёжа? А ты какими судьбами здесь? Может, нашёл меня, чтобы извиниться? Долго выслеживал, где я работаю? Работаешь? Да, Серёженька, представляешь? Люди работают, в отличие от некоторых. Что, пришёл опять денег занять? Господи, смотрю на тебя и поверить не могу. Как я могла с тобой прожить 10 лет? А у тебя всё по-прежнему, да? Всё так же по клубам, за малолетками шатаешься, да? Куришь всякую гадость, пьёшь всякую дрянь, да? Нет, с этим я завязал, точно. Да, ещё скажи, что ты за рулём пьяный не ездишь, да? Слушай, Марыш, я вообще случайно зашёл. Я пойду, пожалуй, всё. Ой, слушайте! А я уже переживала, что вы там уснули. Никто нас, Серёня, не распишет. Распишет. Серёня. Да? Такое красивое имя. Серёня Лопатуня. Вы знаете, а мне кажется, ему больше подошло бы имя Антон. Потому что... Или Тарас. Спил. А, мама, я танцую! Подношу! Давай, 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 давай! А ты злопамятная, Марусика. Писали сюда устроилась, да? Чтоб нам праздник испортить, да? Да. Это ещё ничего, Серёжа. Моя мама в церковном хоре поёт. А мы венчаться не собираемся, знаешь. А мы тебя отпевать будем. А вы, наверное, невеста? А не надо завидовать! Вы такая нарядная. Да. Прям с утра нарядились? Вчера, снего утра. Господи, как хорошо, что мы с тобой развелись. А вы знаете, что у нас, Ирюня, была прям вот, прям вот любовь с первого взгляда. Вот мне кажется, что вот я о Серёже прям знаю вот всё-всё-всё. Да вы что? Боюсь, далеко не всё. А вот Сирюня, он, он, знаете, он не такой, как все. Вот, вот мы с ним решили, что в честь нашей любви мы набьём татуировки на груди с именами любимого. Да. Простите, а как зовут вашу невесту? Невесту? Как зовут тебя? Яна! Спасибо. Яна! Боже, как вам повезло! Ведь у Серёжи уже есть такое тату. Как? А Яночка, ты подпудри носик ещё, пожалуйста. Так я уже пудрила. И уши под шапку заправь заодно сходи. Послушай, что ты выпендриваешься, а? Я же уходил, всё тебе оставил, а? Долгие дети? Ой, этого мало! Я просто не понимаю, чем она лучше? Ну, слушай, ну, у женщины должна быть загадка. Твои загадки я все разгадал, мне с тобой скучно. А тут прям загадка вселенной. Вот прям не знаешь, что ты первая от неё подцепишь, да? Вот прям решил жениться на этой загадке. Что ты несёшь? Сейчас у тебя распишемся тут, ко мне съездим быстро и вечером разведёмся у тебя же. Э, нет, дорогой. На развод у нас длиннющая очередь. Очередь? Очередь! Боже, Яна, у них тут очередь! У них закрываются, всё, пошли. Сирюнь, подожди, мы же всегда так спешили. Мы же так всегда спешили, что Сирюня даже сел пьяным за руль. Первый раз в жизни. Знаете, что я думаю? Я думаю, что и вы у него первая. Да ладно! Да ладно! Да-да! Да? Ну что ж, перейдём к церемонии бракосочетания. Слушай, я вот тут так подумал, может быть, не сегодня. Я посмотрел лунный календарь, сейчас лунное затмение, надо уходить. Сирюня, я же не свиверная. Вот как раз таки, в точно такой же день, прекрасный день, моя подружка выходила завуж. И закончилось всё прекрасно. Муж оверквартира ей. Я согласна, откладывать никак нельзя. А, кстати, кто будет оплачивать услуги ЗАГСа? Да, кстати, Яночка, может, ты оплатишь? У меня просто все деньги на карте. А у нас есть терминал? Да. Пин-код сложный, забыл просто, ты знаешь. А я могу напомнить? Четыре ноля. Ладно, давайте поженимся, потом оплатим. Слушай, как он хочет на мне жениться. Всю жизнь об этом мечтал. Да. Слушай, я тут подумал, может, всё-таки венчание, а? Зирюня, подожди, ты же рассказал, что ты опиист. А ты знаешь, я вот тебя встретил и сразу уверовал. Это же не может совпадением быть. Итак, влюблённые, возьмитесь за руки. Отныне ваши души связаны двумя нитями судьбы. Нежной и крепкой нитью невесты. И не такой уж крепкой, как в молодости, а точнее сказать, болтающейся ниточкой жениха. Боже мой, две ниточки! Это такое ощущение, что я так по клубочку к тебе шла. Я вас умоляю, какой там клубочек? Так, обрезок. Сегодня здесь ровесница Инстаграма и ровесник бобинного магнитофона. Вы просто созданы друг для друга. Как бабочка и козёл, как нежный цветок и баран. А побыстрее можете? Как голубка и гулящий кобель. Эх, молодые, всё время торопятся. Видимо, ниточка с каждым днём всё слабее. И Серёжа в 50 может в 55 стать серунишкой. Какой-то странный у вас текст. Но так пробивает на слезу. Да! Вы знаете, нам тексты само Министерство культуры пишет. Да! Согласен ли ты, скотина? Что? Ой, Серёня. Испортить жизнь ещё одной молодой и перспективной девушке. Да. То есть нет. Как нет? Серёня, ты сказал нет. Он сказал нет. Я сказал, в смысле нет, в смысле, да, 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 да. Он сказал да! Прошу вас закрепить своё желание клятвой. Давай. Жених, повторяйте за мной. Я. Я. Беру тебя в жёны. Беру тебя в жёны. Обещаю любить и оберегать. Обещаю любить и оберегать. Потом брошу и уйду. Потом брошу и уйду. Тупой, но с сиськами. Другой, но с сиськами. Что? Что? Простите, про сиськи это тоже Министерство писало? Мне нравится это Министерство. А вместо вальса Мендельсона звучит любимая песня Сирюни. Возвращаться с каваком, Вочинка с до вечера, Точно голову мою, Лёгкий, 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 лёгкий. Лежу огонь вдали, Делать было нечего. Прям не вброшу в глаз. Сирюня мне же эту песню посвящал в караоке. Блин, как это романтично. Ломбард, запой, тотализатор. Весь жизненный путь Сергея. А сейчас, молодые, Прошу вас обменяться кольцами. Я смотрю, Сирюня так и не решился коронку переплавить. Властью, данной мне Украиной, А также десятью годами отданными не пойми кому, Объявляю вас мужем и... Сгоняй за колой, я. Ты что, Сирюня, ты же самая интересная. Ну что сейчас потом отмечать-то, А ты вискарь без колы не пьёшь, ты равно. Какой ты заботливый. Сейчас, сейчас вернусь. Марусечка, Знаешь, ты права, ты знаешь, Забегался, как-то заигрался. Всё, думал, восемнадцать. А она уже... Понимаешь, Может, ты меня простишь ещё раз? Я вот сейчас всё так осознал. Не выдавай меня за неё, прошу тебя, мне нельзя. Знаешь, что, Сири, у меня... Женщине в сорок уже не нужны Восемнадцатилетние оправдания Пятидесятилетнего мужика. Всё-таки у неё действительно нет того, Что есть у тебя. Мозгов? Претензий! Сири, я! Колы не было, я взяла пиваса, Правда, он тёплый, ничего. Совет вам, да любовь. Горька! Горька! Егор, дай денег! Сколько? Триста, пятьсот рейн? Пятьдесят тысяч мне в салон нужно. Ты в какой салон собралась? В автосалон? Мы что, машину покупаем новую? Нет, в салон красоты. Я хочу стать красивее. Ещё красивее, Яна? Тебе красоты уже вложено на Гелендваген. Ну, Егорчик, Ну, просто я хочу как-то поменяться. Поменяться? Вообще не вопрос. Смотри, двенадцать гривен. Кардинальное изменение. Можешь один день вот так носить, Второй день вот так. Вот разные цвета, разное настроение. Ты всегда классная. Ну? Ну, Егор, ну я серьёзно. Серьёзно? Окей. Гугл. Паранжа. Купить Киев. Смотри, какая ты будешь красивая, а? Егор, я уродина! Ну, 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 уродина. Ну, не на пятьдесят же тысяч, ё-моё. Я всё понимаю, конечно, но на пятьдесят тысяч просто много чего полезного можно купить. Можно, например, над Киевом полетать на вертолёте четыре раза. Можно в казино сходить, ну, правда, один раз. Можно по Киевскому парку без маски прогуляться три раза. Ладно, ладно, рассказывай, что ты там уже хочешь. Вот я небольшой списочек составила. Значит так, я хочу сделать себе губы. А эти что, уже всё? Потрескались? Выбрасываем? Нет, ну, у меня просто нет губ. Нет губ? А вот это вот, что это такое? Что это такое? Нет, ну, ну, это обычные губы. А я хочу губы, как у Ленки. У Ленки губы, как у перепуганного лося. Ну, правильно. Потому что она дурочка. Я же хочу пойти в дорогой салон, уколоть гиалуроновой кислотой. А Ленка, жабиха, пошла в обычный салон. И уколола там коллаген. А он расплылся по всем губам, и всё, она уже месяц разговаривать не может. Слушай, давай тебе коллаген уколем, а? Классная штука, ну. Главное что? Главное со мной на охоту тебе не ходить. Потому что, ну, у Петровича сейчас со зрением не очень. Он если увидит губы перепуганного лося, он шмальнёт. Нет, ну, слушай, ну, гиалуроновая кислота намного лучше. И, тем более, через две недельки мы сможем с тобой целоваться. Ты что, я не смогу вытерпеть две недели? Давай я лучше тебе пчёлку посажу на губу, а лучше целую семью пчелиную. Они тебя покусают, ты придёшь к подружкам и скажешь, я красивая. Нет, ну, слушай, ну, пчёлами я не хочу. Ну, тем более, это больно. А вот гиалуроновую кислоту можно, её хватит на два месяца. А потом что? Всё, отпадут? Нет, ну, потом повторная процедура. А повторная сколько стоит? Столько же. Янка, у меня только твой бампер обойдётся дороже, чем вся морда на мой Х5. Ты знаешь, вообще, как мы с Петровичем на этих губатых говорим? Губы есть, ума не надо. Кстати, об этом. Я хочу выщипать брови. А что с бровями не так? Я не понял. Ты что, проспорила? Нет. Ты хочешь прийти и сказать, ааа, у нас тут радиация? Нет, Егорушка, они просто слишком густые. Да? Угу. А, да, точно, вон подосиновики, подберёзовики. О, ёжик яблочко понёс. Ну, я серьёзно, просто, ну, блин, ну, с такими бровями это не модно ходить, понимаешь? Яна, ну, ты представляешь себя без бровей вообще? Так я не буду без бровей. Я их нарисую. То есть, эти ты уберёшь, а новые нарисуешь. Яна, если тебя потянуло на изобразительное искусство, давай я тебе подарю разукрашку, краски, ты будешь себе рисовать брови, усики, пресс, можешь хоть дорожку к тёще нарисовать, пожалуйста. Блин, ну, Егор, ну я не просто нарисую, я сделаю татуаж, чтобы он подчеркнул мои красивые глаза, да, что все говорили, как муж меня любит. Давай я тебе фингал поставлю. Люди посмотрят и скажут, смотрите, как муж её любит. Бьёт, значит, любит. Кстати, по поводу глаз. Я хочу себе линзы цветные, красные. Яна, а давай мы тебе просто глаза вытащим, а там новые нарисуем. Эй, я вообще пошутил, алё. Слушай, но красные глаза, это же так сексуально. Яна, если я в потёмках увижу тебя с красными глазами, ещё и без вровей, я обосрусь. У меня просто может выработаться рефлекс, как у собаки Павловой. Я буду тебя вот так вот видеть, всё, бомболюк будет открываться, и капец, какой секс, ты что? Ну можно я хотя бы реснички удлиню? Вот это я вот вообще не понимаю, господи. Ли, ну Егор, ну пойми, ну сейчас очень модно удлинённые реснички. Ну у тебя нормальные среднестатистические ресницы. А я хочу, чтобы все смотрели на меня и говорили, о боже, какие у неё удлинённые реснички. И шо? Егор, ты не понимаешь. Я так сразу и сказал. Ну хорошо, можно я хотя бы родинку удалю? Где? Где родинка, которая тебе мешает? На копчике, её так не видно. Ах, на копчике. Так может, если её не видно, может её оставить в покое? Пускай она живёт своей родинковой жизнью. Она же на выборы не ходит, мусор за ней не надо выбрасывать. Нет, ну смотри, ну просто когда я фотографирую попу, я вот вижу эту родинку, и она меня смущает. А зачем ты фотографируешь попу? Я не понимаю, ты что, решила на визу документы отдать, что ли? Или ты решила наконец-то зарегистрироваться в приложении Диа? Нет, ну я просто фотографирую попу, чтобы посмотреть, она у меня поправилась или похудела. А эта родинка меня бесит. А меня бесит то, что ты попу фотографируешь, Диана. Ну можно я хотя бы сделаю программу лечения волос? А что случилось? Они заболели, да? Они кашляют? Или у них сопельки? Что? Ну хотя бы просто выровнять волосы. Ты же завивку позавчера сделала. Егор, новые губы, новая прическа. Слушай, давай тебе закажем пересадку головы, и все проблемы решатся. Ну я опять пошутил, ты чего? Можно хотя бы вакуумную чистку лица сделаю? А это еще что такое? Ну это такая классная штучка, ты знаешь, это такой аппаратик, его вот так вводят по лицу, и он высасывает грязь из пор. Вон, пылесос новый купил. 2000 ватт. Бери, высасывай, что хочешь. Заодно губы и увеличишь. Сам себе что-то увеличь? Он не увеличивает, я пробовал. Жаль. Ладно, ладно, давай посмотрим, что там у тебя еще. Змеиный массаж. Что, твоя мама возвращается из Трусковца? Нет, ну это реально, и смейки такие маленькие, их на спинку кладут, и они так делают массажик. Так назвали это встреча твоих подружек, и все. Так, антицеллюлитный массаж ягодиц за 1000 гривен. Да, да. Зачем тебе за 1000 гривен, если у тебя ягодиц на сотку? Блин, ну я просто не хочу, чтобы у меня был целлюлит. И еще хочу делать омоложение кожи. Яна, давай тебе закажем перетяжку кожи, смотри. За 2000 диван сделали, стоит как новенький. Мне иногда кажется, что он улыбается. Ну можно хотя бы, ну хотя бы фишпилинг лицо, можно? Что такое фишпилинг? Это фишмаком возюкают по морде, что ли? Что это? Нет, ну это просто вот в аквариум лицо окунаешь, и маленькие рыбки тебе обгладывают твою кожу. Давай я тебя возьму с собой на рыбалку, ты опустишь голову в речку, а раки тебя заодно и подстригут. Ну? Ну можно хотя бы я персинг на сосочки сделаю. Что? Это еще тебе зачем? Ну короче, я читала в интернете, что это сейчас очень модно. Такой вот делаешь здесь крючочек и вешаешь разные брелки. Я? А, да! Ты такая у меня классная. С тобой можно сходить на рыбалку, даже не выходя из дома. Это как? Берешь твою селфи-палку, вот так вот, на нее крючок сосочка, потом оп, закинул, вытаскиваешь, а у тебя аж губы как у перепуганного леща. Поймал леща, поцеловал, отпустил, поймал, поцеловал, отпустил. Класс! Привет, соседи! Здорово. Здорово, Егорчик. Ян, слушай, я тут хочу омолодиться. Дай два яйца. Я надеюсь, куриных? Господи, Егор, ну конечно же куриные. А тебе для чего? Ну, хочу масочку сделать. Я с глиной размешаю, на лицо положу, Оно, конечно, повоняет немножечко, но через три часа я прям принцесса. Янка, смотри, какая у тебя классная подруга. Пять гривен, и ты принцесса. Вика, оставайся у нас жить. Янка, собирай вещи. Да шучу я, Господи! Люблю ж тебя, люблю-люблю. Пошли, нет! Я дома. Фу, чем это у нас воняет? Неужели она опять своё фирменное блюдо готовит? Ну, так. Эх. Эх. О, вот всем воняет-то, Господи! Яна! Да, зайка, что случилось? Кто? Мне надзюрил в тапки. Ну, не я. Да, понятно, что не ты, но у них... Где это чудовище? Где эта четырёхлапая скотина? Где этот самоубийца? Саш, ты чего сразу самоубийца? Потому что я его сейчас убивать буду. Ну, Саш, ну когда я делаю что-то не так, ты же меня не убиваешь. Потому что ты правильно извиняться умеешь. А это... Так, Буцефал, да ну иди сюда! Смерть твоя пришла! С... Это кто? А это... К Буцаку! К... Нет, я когда про смерть говорил, я типа пошутил. Это... Проходите! Добрый день! Я Надежда, профессиональный зоопсихолог. Он чё, к нам баб уже водит? Здрасте. Хороший, хороший, такой хороший. Вам не кажется, что пора стричься? Так, а где клиент? А, ну это, видимо, я. Вы Буцефал? А, нет! Он там! Проходите. Проходите. Саша, это собачий психолог. Капец! Ты бы ещё собачьего логопеда сюда пригласила. Вдруг у нас Буцак, когда гавкает букву Р, не выговаривает. Ты уже это заметил? Я просто думала, что может быть мне показалось, а тут вот... Гал-гал. Я прикалываюсь. Слушай, ну пойми, что собака это то же самое, что и ребёнок, и в него нужно вкладывать и деньги, и внимание. Какой смысл? Оно когда вырастет, в старости тебе даже стакан воды не подаст, ну максимум тут она дзюрит. Сколько она стоит? Сеанс стоит полторы тысячи. Полторы тысячи? Ты что, смеёшься? Да блин, за три сеанса можно нового Буцефала, который не писяет вообще купить. Давайте знакомиться. Меня зовут Яна, а это мой муж Сашка. Я бы хотела побольше узнать про Буцефала. Итак, какой он породы? Наглой, противной, мерзкой породы он. Он померанский шпиц. Так скотина он необразованная. Расскажите, что делает из перечистенного? Портит вещи, исправляет нужду дома, проявляет непослушание. Вы знаете, прям вот всё делает, вот прям всё, особенно когда пиво напьёт. Кто, собака? Ага, вы про Буцак? Я думала просто про Сашку. Нет, Буцак у нас хороший мальчик. Сколько лет? 35. Милочка, ну собаки столько не живут. А, вы про Буцаку? Я думала про Сашку. Буцаку два годика. Вот, два годика. Два годика пожил и хватит. Всё, я его убивать иду. И вообще, я вам скажу, что он жив, на самом деле, только потому, что он меня на карантине спас. Вы с ним гуляли? Я с ним бухал, точнее, занюхивал им. Всё, гад такой, смерть твоя пришла. Всё, я пойду из него шапку сделаю. Фу, стоять. Сюда, 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 ко мне, ко мне, ко мне, присаживайтесь. Вот что вы меня трогаете? Идите вон, берите Буцака, ложите его на кушетку, пусть он вам гавкает о вашей, этой своей жизни. Что вы делаете? Понимаете, когда проблема заключается не в животном, а в его хозяине, в его отношении к собаке, тогда психолог работает с его хозяином. Подождите, он меня надзюрил, а я ещё в этом виноват, что ли? Нужно смотреть глубже, в корень проблемы. Не буду я ему в корень смотреть, вы чего? Ну, поймите, собака справила нужду в тапке не просто так. А, правильно, потому что ему жить уже надоело. Вы опять всё не так поняли. Поймите, это могут быть разные причины, проблемы в детстве, страх одиночества. А может быть, таким образом он привлекал ваше внимание, заигрывал с вами. Слышь, Янка, надо было не дарить тебе ни шубы, ни айфоны. Надо было тебя навалить в сапоги, и всё, ты моя. Как вы считаете, он у вас послушный? Ой, вы знаете, он у меня непослушный, он постоянно вот эти вот носки разбрасывает, стульчак не пускает, вечно своё пиво бьёт, потом с мужика... Яна, сейчас опять про собаку спрашивали. А, собака нет, собака идеальная. Да, он у нас специалист по тапкам. Понимаете, таким образом он хочет показать свою территорию. Так. Тогда вы должны дать ему понять, что хозяин здесь вы. Всё, понял. Когда я могу это сделать? Можете прямо сейчас, пожалуйста. Отлично. Вы куда? Пойду ему на место на его наджуре. Так, сюда, ко мне. Ко мне сюда, 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 сюда. Вы опять всё не так поняли. Собаке нужно проявлять заботу и уважение, тогда она начнёт тоже уважать вас и почувствует, что вы вожак. О, скажите, а вы только по собакам специалисты или с другими животными тоже работаете? Да, а что? Тут к нам раз в неделю змея одна приезжает. Я бы хотел... Саша, чего ты трогаешь мою маму? А давайте Буцика научим ей в тапке зюрить. Давайте займёмся вами и вашим отношением к животному. Вот Буцефал справил нужду вам в тапке или погрыз какую-то вещь, так вы возьмите ей и палку киньте. Да-да. Не буду я ему палки кидать. Да-да, палку. Понимаете, с собакой нужно работать, развивать её интеллектуально. А, всё же. Ну давайте кроссворды ему купим. Чтобы он как и ты по два часа там сидел? Да не надо, никакие кроссворды. Поймите, собака это зеркало своего хозяина. Все свои повадки, поведение она перенимает у человека. То есть у вас... Не надо, не надо, не надо. Да-да-да. Я по утрам колокола себе не вылизываю. Да, просто потому что ты не достаёшь. А если бы доставал, то ещё... Давайте возьмём другой пример. Вот вы когда забираете еду у Буцефала, он злится. Ой, вы знаете, он злится и гавкает. Я так не делаю. А если у вас пиво забрать во время футбола? Что это я... Ну, точно так же, а Сашка ещё и укусить может. Я же говорю, собака абсолютно всё перенимает у хозяина. Поэтому нужно показать ей правильный пример. Вот вы бы хотели, чтобы Буцефал радовался, когда встречает вас с работы? Чтобы он радовался? Не, ну... Ну? Ладно. Хотел бы. Вот. Ей нужно показать просто правильный пример. Да чё это я сейчас должен раком тут стать и хвостиком вилять, или что? А почему бы и нет? Саш, ну чё, тебе сложно, что ли? Ну ради меня, ради Буцкого, ну чё, сложно? Ну вот так вот встать, вот так вот. Ты просто... Отлично, Яночка. Отлично, шикарно. Держи сахарой. Походу, Яне надо было психологом. Александр, давайте смелее, смелее. Пожалуйста. Да ну перестаньте, вы чё. Давайте опускайте, смелее. Ну зачем? Сидеть? Лежать? Так, кубырок, кубырок. Так, радуйся, радуйся. Отлично. А теперь сюда, сюда, сюда ко мне. Голос, голос. Отлично. Ярче, ярче радуйся. Отлично, Яночка. Радуйся. Отлично. Да. Если бы я знала, что ты так рад меня видеть, зятёк, я бы приезжала к вам почаще. О боже мой. Мам, привет, ты просто не так поняла, просто мы тут с Сашкой пригласили психолога, чтобы он отточил Буцака гадить в тапки. Здрасте. Понятно. Опять нажрался. А я тебе говорила, Яночка, да пьётся он до белой горячки. Мама! Как я рад, что вы к нам приехали. А давайте я вам помогу обувь снять. Давайте, давайте, мамочка. Давайте, снимайте, снимайте и проходите. Саша. Как же я скучал-то. Саша, не вздумай. Саша, не тюрьмай на тупы. Саша, не тюрьмай на тупы. Так, наш сценарий. Вы вроде как сами всё прошли уже, но давайте ещё разочек. Время у нас ещё есть. Так, смотрите, здесь вот это вот, потом вот сюда, здесь вы говорите, и вот это вот. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы наш главный герой? Да, я ваш главный герой. А что, что вы опаздываете? Ну, просто у вас там ступеньки. Ну, у нас вообще-то подвальное помещение. Знаете, 40 лет спускаться тоже нелегко. Да? А вы в курсе, что у нас ролик с физической нагрузкой? Вы читали сценарий? Да, читал сценарий, я справлюсь, ничего страшного. Вы раньше в рекламе снимались? Да, я снимался в рекламе средства от геморроя. Ой, я-то думала, откуда мне ваше лицо знакомо? Да нет, там моё лицо не показывали. Просто моё лицо, оно очень похоже на ж... Понятно. Кстати, знакомьтесь, это ваша партнёрша по рекламе, Яночка. Здрасте, Яна, лицо шампуня. Евгений, лицо геморроя. Ну, я рад, что вы познакомились. Итак, давайте веду вас в курс дела. Так, давайте. Мы здесь снимаем рекламу средства для мужской силы. Ох, да. Постели. Да. Вы наш главный герой, мужчина за 40. Вы, значит, занимаетесь на тренажёре. Ага. Говорите свою фразу. После 40 легко оставаться активным. Прекрасно. Потом Яночка говорит свою фразу. Теперь у него хватает сил и на тренажёры, и на меня. Прекрасно. Вы встаёте. Эээ, простите, я один? Или он тоже? Кто он? Ну, он. А, его мы вообще не показываем. Это хорошо, а то его не особо-то и видно. Так вот. Так, 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 так. Вы встаёте. Я. Бодренькой походочкой бежите к кровати. Вот такой, да? Вот такой. А ну, покажите. Ничего себе. Нормально, да? Вы прям спортсмен в прошлом? Шахматы, шахматы, да. Запрыгивайте к ней и говорите вашу финальную фразу. Ну что? Может, ещё разок? Прекрасно. И как бы занимаетесь сексом. Всё понятно? А, скажите, пожалуйста, а можно сначала сексом заниматься, пока я свеженький? А то после тренажёра я боюсь могу уснуть. К сожалению, сценарий уже утверждён заказчиком, и мы ничего не можем в нём менять. А сексом мне надо будет с ней заниматься? Или дублёр какой-то будет? Вы как бы занимаетесь сексом. Имитируете. Чё, чё я это имитирую? Мне всего 40 лет, я могу и по-настоящему. Пусть вон она имитирует. Что имитирует? Я потом вам объясню, Яночка, да? Важный момент. Вы идёте после фразы на меня. А, я иду на вас. Нет, вы идёте на неё, но после фразы на меня. Я совсем запутался. То есть я иду на неё, а сексом занимаюсь с вами? Да нет. А, с тренажёром. Да с каким тренажёром? Вы идёте на неё. Скажите фразу, пожалуйста, Яночка. Теперь у него хватает сил и на тренажёры, и на меня. И на меня, поняли? А, да-да-да, понял. Вот она сказала, и вы пошли после этого. Да, я пошёл. Прекрасно. Вопрос ещё есть? Нет. Да, у меня вопрос. Что имитирует? Наш секс. Так стоп, никакого секса не будет. Вам просто нужно немножко постанать под одеялком, и всё. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Да не сейчас, а когда он на вас прыгнет. А-а-а-а-а. Простите, а когда я прыгну, она не лопнет? вы как вы прыгаете ну под одеяло поняли понял под одеяло вот на нее под все это как бы как бы вы поняли как бы как бы за места пожалуйста приготовились настроились занимайте пожалуйста ваше рабочее место вам помочь да нет не надо у меня дома такой же прекрасно на балконе запакованный может наоборот вы думаете попробуйте просто попробуйте мне кажется неудобно будет давайте попробуем а да точно это же вот ручки держаться да да просто и так приготовились камера свет все готовы начали после 40 легко оставаться активным так стоп сняли нет вы рано пошли помните вы должны идти после фразы на меня у яны яночка простите мой косяк сейчас быстренько все исправить давайте еще разочек быстренько приготовились начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун балу стоп что смешно простите просто смешно и видимо производитель один и тот же видимо производитель один и тот же тут шалун балун а у нас был герой геморрой герой геморрой геморрой за вас очень смешно простите все успокоились сейчас исправлюсь да так да собрались да приготовились начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства балун шалун стоп сняли да подождите вы яночка не балун шалун а шалун балун это важно ой я прошу прощения это просто моя первая реклама со словами обычно я до этого играла диарею или ногу после бритья пожалуйста соберитесь шалун балун помните так приготовились начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун шампунь стоп я на какой шампунь ой простите меня просто сегодня еще реклама шампунь а мы здесь снимаем не шампунь приготовились еще разочек собрались начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун а как там дальше блин балун я на нону ну сложно запомнить шалун балуну яночка шалун балун вспомнили собрались настроились начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун балу ой я правильно сказала яночка не добавляйте текст соберись здесь яма чкам поберегите силы для ролика собрались настроились с улыбочкой бодренько начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун балу стоп вы не могли бы потише дышать у меня похоже астма развилась простите а это половым путем не передается я тебя по башке там половым путем добрее чуть-чуть добрее все-таки ваша партнерша успокойтесь настройтесь собрались приготовились начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун балун и теперь у него хватает сил и на тренажеры и на меня ну что милый пошалим пошалим что с вами у меня походу ноги отнялись вы сможете ходить вряд ли а может я к ней как-нибудь подползу сексуально ну нам это не подходит по сценарию вы должны подбежать и запрыгнуть я попробую давайте давайте конечно я же это как его профессия профессия анал лучше бы этот рекламировал так построились держим улыбочку с выражением красивенько начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун балун и теперь ты можешь быстрее яночка чуть-чуть быстрее хорошо особенно после его фразы после 40 хочется сдохнуть что простите простите вырвалось вы знаете мне нужно эти чуть-чуть передохнуть передохнуть конечно конечно пять минут вам хватит лучше неделька а еще лучше две мне в морщин надо съездить водички попить да какую недельку у нас график давайте быстренько это снимем и разойдемся по домам это вы по домам я в кардиологию ой скажите а можем мы тренажер поближе к кровати поставить я педальки покручу и к ней упаду туда нет так нельзя итак собрались отдохнули тогда начали ничего у вас получится собрались настроились начали после сорока легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун балун и теперь у него хватает сил и на тренажеры и на тренажеры тебе на тренажер побудет яночка давайте еще раз соберитесь с вашей фразой приготовились начали ведь мой муж принимает средства шалун балун и теперь у него хватает сил и на тренажеры и на меня ну что милый пошалим Малин? Иди в жопу! Да что такое? Я правильно сказала! О, господи! Да не надо так с ней, хорошо? Да я сорвался, простите. Ничего, ничего. Слушайте, а может быть... Может быть, она педальки покрутит, а я там полежу. Чуть-чуть. Так нельзя, это средство для мужской силы. Понимаете? Тогда, может, вы ее жахнете. Я разрешаю. Там под одеялом все равно ничего не видно. Так тоже нельзя. О, а пусть она ко мне сюда подойдет. И я ее возле тренажера прям... Ну и как вы себе представляете заниматься этим на тренажере? Ну я же как-то уже полчаса с ним трахаюсь. А, ну конечно, вам тяжело. Вот тут кто-то выставил максимальную нагрузку. И еще и под горку. А есть режим с горки? Или трос? Или лебедочка? Я не знаю, как оно работает. Это техники наклацали, наверное. Ну, давайте как есть. Потерпите немного, я с вами всей душой. Давайте, соберитесь еще разочек. Приготовились. Начали! После сорока легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства шалун-балун. И теперь у него хватает сил и на тренажеры, и на меня. Ну что, милый, пошалим? Что вы делаете? Подожди, второе дыхание открылось. Сейчас еще пару километров проеду, и как ее... А-а-а! Да какое второе дыхание? Вставайте, идите к ней. По три походочки. Что вы делаете? Вы должны идти бодрой походочкой. Скажи спасибо, что я вообще иду. Хотя бы улыбайтесь. Прекрасно. Нормально вот так. Очень красиво. Подходите к кровати и прыгайте к ней. Прыгайте. Запрыгивайте. Ну что, милая? Папа. Стоп! Что вы делаете? Да. Мне полежать пять минут. Пожалуйста. Каких пять минуточек? У нас график, у нас переработки. Да-да-да. Идите на свое место. Я иду. Значит, на подушку взяли. Мне кажется, я себе опять геморрой накрутил. Чуть-чуть. Ладно, садитесь, потом вырежем эту подушку. Чуть-чуть. Собрались. Ай-яй-яй-яй. Расстроились. Весело, задорно. Начали! После сорока. Легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства шалун-балун. И теперь у него хватает сил и на тренажеры, и на меня. Ну что, милый, пошалим? Вставайте, идите. Куда вы идете? Домой. А как же секс? Да я что-то уже натрахался. Нет, ну подождите, мы что, все сняли? Нет, мы еще не сняли, но без него этот ролик не имеет смысла. Капец. Соглаши там ступеньки. Спасибо. Евгений, вы же сказали, что вы профессионал. Да, да, да. Вы можете один раз, один раз профессионально сделать, как надо. Ногу помогите. Давайте. Спасибо. Один раз, как надо, сделали профессионально. Да, я смогу. А, с зубов. Я же этот. Кто? Герой. Герой. Герой-геморрой. Заткнись. Герой. Волю в кулак. Все в кулак. Весь геморрой в кулак. И погнали. Начали. После сорока легко оставаться активным. Ведь мой муж принимает средства в шалун-балун. И теперь у него хватает сил и на тренажеры, и на меня. Ну что, милый, пошалим? Ну что, давай еще разок. Хе-хей. У-ху. Браво. Снято. Это гениально. Это гени... Я говорю, стоп. Я говорю, снято. Я говорю, вы что, приняли рекламные таблетки? А-а-а. Целых пять штук. А-а-а. А-а-а. Вы... А-а-а. Вы идиот. Тут просто на коробке шалун-балун написано. А в коробке слабительная. О, боже, снимите его с меня срочно. Давай еще разок. А-а-а. Ну, Бэмби, конечно, олень. Блин. Ну, блокбастер. Ё-моё. Вася. Вася. Чего ты сидишь, а? Через час выходить в школу, а ты еще в трусах. Это мне еще повезло, что у меня эти трусы остались. А так бы и их пришлось в эту школу на шторы сдать. На какие шторы, Васенька? На невидимые. Одиннадцать лет собирали деньги, а шторы никто не видел. Васенька, давай сходим в последний раз. А ты уверена, что последний? Вася, это выпускной вечер у твоей дочери, понимаешь? Не люблю я выпускные. Без меня идите. Вася, мы уже сдали на спиртное. С этого надо было начинать. Где моя рубашка? Где мои штаны? А, рубашку не надо, у меня майка почти чистая. Мама! Васенька, а ты не хочешь посмотреть, в каком платье на выпускной пойдет твоя дочь? Да мне какая разница, я деньги на спиртное уже сдал. Ты же знаешь, мне главное, чтобы не голая. А, слушай, а что должно быть прикрыто, чтобы ты сказал не голая? Валюха, я человек современный. О, не ханжа там какая-нибудь, правильно? Ну, если у него вдруг там юбка будет, ну, чуть выше колен, ну, вот как у меня, трусы. Да, ну, пускай раз в жизни оденешь, праздник все-таки, правильно? Мама, ты папу предупредила, подготовила? Что? Доченька, тут как с пластырем, надо срывать резко. Заходи. Что за пластырь, что за шифры, е-мое? Сейчас, сейчас, сейчас увидись. Вот. Янка, твою мать! Извини, Валюха. Ты шо, с ума сошла, шо ли? Через час выпускной, а ты до сих пор в ночнушке ходишь. Иди одевайся, е-мое, дочка у нее. Папа, это мое выпускное платье. Смешная шутка. А теперь иди, давай, переодевайся. Папа, ну это действительно мое выпускное платье. Ну, верх платья я вижу. А низ где? Иди ищи низ платья. Е-мое, вот так. Папа, это все платье. Что, серьезно? Тогда я не понимаю. Шо с ним случилось? Шо, собаки во дворе подрали? Папа, рваной сейчас модно. Серьезно? Мать, вот это ты дурочка. Шо ж ты мне носки-то заштопала? Ты же их сделала не модными. А платье, которое у тебя рэпнуло, помнишь, когда ты за колбасой потянулась? Нафига ты его зашила? Ёлки-палки, оно ж только начало стать быть модным. А ты его крестиком. Все, шутки шутишь, Вась. А я не шучу. Сначала вот эти ваши трусы в попу. Вот шо они прикрывают? Шо они вообще обогревают? Как? А теперь целое платье и туда же? Давай ищи, там где-то должна быть змейка, чтоб ты ее вжиг, и у тебя нормальная юбка вывалилась. Папа, здесь есть змейка. Только вжиг, и платье станет короче. Еще короче? Куда короче? Папа! Ай, короче. Вот мать твою хотя бы взять. На выпускной, не знаешь, какое красивое платье было? Это ж красотища. Там ящик водки под полами можно было пронести. И она ж пронесла. Ты видела бы, как ее все провожали. Как все плакали. Трудовик с физруком на коленях стояли, умоляли, чтоб она на второй год осталась. Даже на третий. Вот именно. А ты вот это вот. Я ждал вам зарплатную карточку свою, чтоб вы пошли и купили нормальное платье на выпускной. А вы купили что, косынку? Васенька, это такой фасон платья. Фасон? Да. Тогда вообще надо было не покупать платье, а просто прикрываться моей кредитной картой. Папа, это современный дизайн. Дизайн? Я бы вот этого дизайнера в этом платье вывел бы на улицу, хай бы его люди молотками по голове забили. Папа, ты просто не современный, понял? Я не современный. Смотри. Окей, гугл. Окей, гугл. А блин, это от телевизора. Ё-моё. Валя, а зачем ты целлофан содрала? Я теперь их путаю. Вот, смотри. Окей, гугл. Кто самый красивый и самый современный? Вы, Василий Петрович. Оба-на. Папа, то, что ты на диктофон записал эту фразу и постоянно мне её включаешься и делает тебя современным. Какой же диктофон? Вы, Василий Петрович. Вы, Василий Петрович. Вы, Василий Петрович. Современный, я сказал, современный. Васенька, ты понимаешь, девочка захотела просто выглядеть красиво. Это я понимаю. Я не понимаю, что ж тогда красивое платье не купили, а? Понимаешь, но это почти классический стиль, Вася. Серьёзно? Хм, отлично. Отлично. Тогда всё, я готов, пошли. Ты так пойдёшь? А что такое? Это почти классический стиль. Белый верх, чёрный низ. Не нравится? Пожалуйста, можно как на канале Фэшион. Я готова, я. Так ты хочешь? Вася, ты издеваешься надо мной, да? Это я ещё издеваюсь? Это вы издеваетесь? Это ты во всём виновата, мать. Сначала вот эти вот джинсы, из которых трусы торчат. Потом лифчик просвещающийся. Ты что сказала? Всё нормально, пускай идёт. А теперь она вообще с катушек слетела. Ты хоть в трусах-то? В трусах, я в трусах. Откуда я знаю? Может, это так модно сейчас без трусов ходить? Папа! Что папа? Что? Ты что, не понимаешь? У женщины должна быть загадка. А у тебя все отгадки видны. Васенька, смотри. Вот есть ленточка выпускницы. Давай я аккуратненько её вот так перевяжу. И хоть что-нибудь да прикроет. А, Вась, смотри. Пускай. Пускай. Хоть что-то её будет отличать от путан. Только неправильно ты одела. Ага. Вот так вот одевай. Что ты делаешь? Чтоб ничего не отморозило себе. Тебе ещё внуков мне... Кто там пришёл? Люди пришли, а ты голая ходишь. Мать, иди её одень во что-нибудь. Сейчас, подождите. Ё-моё. Заходите. Здравствуйте. Мать, тут твою бижутерию принесли. Ты заказывала? Вообще-то я с вашей дочкой иду на выпускной. А, мать, отбой. Яна, это твоя страшненькая подружка пришла. Папа, это не подружка. Это мой одноклассник. Здрасте. Ни хрена себе. Тогда у тебя появился конкурент в конкурсе королева бала. Тут у нас целый король быдла. Ты вообще понимаешь, что ты наделал сейчас, а? Когда? Когда заходил в подъезд. Там же бабки после подъезда сидят с разорванным мозгом. Они же не понимают, что сейчас зашло, наркоман или проститутка. Я нормальный парень. Зовут Юджин. Юджин? А христианское имя у тебя есть? Дай сам догадаюсь. Иуда? Или ты вообще не крещённая? Я Женя. Мы с Яной. Ты мне лучше скажи, мать, в курсе, что ты ходишь в её шмотках? Это мой модный лук. Твой лук? Тогда стрелу спрять, чтобы она у тебя не вылетела. Ты мне скажи честно. Ты что, в карты кому-то проиграл? Или родители просто хотели сильно девочку? Ты хоть в трусах там? Ой, её! Мать! Иди посмотри на голожопого Иуду. Ой, а кто там пришёл? А-а-а! Здравствуй, Женечка. Какой ты оригинальный. Он не Женечка. Он голожопая Иуда. Женечка, наш папочка сегодня не в духе. Он тебя не сильно обидел, а? Я не успел. Природа меня опередила. Васенька, Женя нормальный мальчик. Нормальный? Единственное, что в нём нормально, это носочки белые и тапочки. Так сейчас модно. Да ладно, не прибедняйся. Так всегда модно. О-о-о. Кстати, как вам платье Яночки? Это я его придумал. Правда? А-а-а. Так вот, откуда ноги растут у этого платья. Там даже видно, когда она его одевает, откуда у него они растут и где срастаются. Скажите, круто. Прям шок. Я просто будущий дизайнер одежды, а вы первый ценитель моего таланта. Вот скажи мне, дизайнер, вот как ты сюда дошёл вот в этом всём, так, чтобы ни один человек не подошёл и не расквасил тебе рожу? Что же это за общество у нас такое безинициативное? Вы просто ничего не понимаете в моде. А-а-а. Поверьте, Яна сегодня вечером сделает фурор. Никому ничего она делать не будет. Даже не рассчитывай. Вот. А-а-а. А-а-а. Вот. Да это... Твою мать! Сразу вспомнил. Да. Это что, то же самое платье, что ты была на выпускном? Да, это моё выпускное платье. Помнишь? Когда я была в нём, ты впервые признался мне в любви. А-а-а. Как это ремонтично. Это что, было на восходе? На восходе, деточка моя, он уже был в Зюзю пьяный. Мы до рассвета с ней уже первый раз поссорились. Это я на эмоциях накидался. Короче, Янка, вот в этом платье можешь идти на выпускной. Только не с этим победителем битвы экстрасенсов. Ну, папа! Всё, я всё сказал. А вот в этом пусть идёт. Мой костюм, в котором я был на выпускном. Тридцать лет ждал, пока я в него влезу. Так и не дождался. Васька, какой ты худенький тогда был. Чья б корова мычала? Мо-мо-мо-мо. Пап, мы, короче, пошли уже на выпускной, а то мы опоздаем. Давайте идите, мы с матерью вас догоним. Эх, Валюха, время-то как бежит, а? Да. Вася, полчаса осталось, а ты до сих пор в трусах. Могу снять? Вася, ну там официальная часть. А давай, как на нашем выпускном, пропустим официальную часть. А? А успеешь? Ты ж меня знаешь, минутное дело! Моё! А-а-а!